Скажем, слава Иисусу, братья и сестры. Сегодня вечером хотел я порассуждать насчет одного места, которое я, ну, раньше как не замечал, я его замечал, но теперь я его чуть больше понимаю, чем раньше понимал. И это записано, первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». И всегда, когда это место читается, эта фраза «многоразличная благодать Божия» это звучит. И, скажем, раньше я не так придал такого внимания этому слову «многоразличная благодать Божия». Знаете, можно это сравнить к тому, что вот когда птенцы в гнездышке, и взрослая птичка прилетает с червячком, и маленькие птенцы, они когда видят, что в клюве есть червяк, они открывают свой рот, и туда часть червяка попадает, можно сказать, что для них это благодать. Они открыли рот, им попала часть червяка, они съели, и это хорошее даяние, которое для них упало с неба в их рот, и для них никакого усилия не было для того, чтобы получить этот благой дар. Я хочу об этом сегодня поговорить, о многоразличной благодати Божией. Знаете, есть близкие вещи, которые мы говорим, есть милость, есть благодать, милость это когда мы заслуживаем наказание, и мы его не получаем, а есть благодать, когда мы не заслуживаем добрые вещи в нашей жизни, и эти добрые вещи к нам они приходят. Иаков пишет, что всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный, он приходит от Отца Святого, в котором нет перемены, и нет тени перемены, я своими словами говорю. И я чуть-чуть хотел поговорить насчет этой многоразличной благодати Божией. Что такое благодать, многоразличная благодать Божия? Что это благодать? Я чуть-чуть посмотрел на интернете, по некоторой поиске сделал, и благодать это следующее. Это благосклонность, милость, благой дар, хорошая вещь в изобилии, необъяснимый, безусловный, незаслуженный дар, и дар любви Божьей к человеку, действия Бога, спасающая, освящающая и приобещающая человека к жизни божественной. В маленьких словах можно сказать, что это те хорошие вещи, которые Бог посылает в нашу жизнь, те добрые вещи, которые случаются, которые Бог посылает для нас в нашей жизни, которые мы не заслужили и заслужить не можем. Библия говорит, что Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. То Бог не различает, чтобы сказать солнцу, чтобы оно не светило на злых, а светило на добрых. Бог на всех посылает солнце, Бог на всех посылает дождь, и злые и добрые люди, которые садят всякие растения, у них эти растения растут без различия, эти люди злые или добрые. Также нужно сделать такое ударение, что благодать она не заслуживается. В Ефесянам 2 главе 8 стишку написано так, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Знаете, если бы благодать мы заслуживали своими делами, то мы бы могли превозноситься над другими и сказать, вот видишь, у меня больше благодать, потому что я больше добрых дел сделал, или я благочестивее хожу перед Богом, или я лучший человек, чем ты. Но Бог говорит, что благодать, она не зависит от наших дел. Для чего? Чтобы мы не гордились, чтобы мы не превозносились над друг другом. И также, когда мы говорим о благодати, здесь, когда мы читаем у Петра, написано, что это многоразличная благодать Божия. В разных переводах написано, что это разноцветная благодать Божия. Мы можем вспомнить, как Исаак, то есть Иаков, сделал разноцветную одежду для своего сына Иосифа. И он надел его в эту одежду. И Библия нам не говорит, что он или превозносился, или гордился тем, что у него была эта разноцветная одежда. Но Отец Его выделил его тем, что он сделал ему эту разноцветную одежду. Так же и нас. Бог нам дает эту многоцветную, разноцветную благодать каждому из нас, которая в теле Его. Можно задать такой вопрос, для чего нам нужна эта многоразличная благодать Божия? Когда мы читаем это послание от Петра, там очень от начала и до конца его послания, там в определенных местах упоминается страдание. Например, Петр пишет так, «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». И Петр настраивает каждого из нас, чтобы мы ожидали определенные искушения, определенные испытания в нашей жизни, чтобы мы были готовы к тому, чтобы они не были для нас внезапными, они не были для нас неожидаемыми, чтобы эти испытания, они, когда они приходят в нашу жизнь, то мы были готовы сражаться с ними. Так же Иаков говорит, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но у Бога есть определенные цели, когда Он разрешает нам искушениям, испытаниям приходить в нашу жизнь. Например, вот когда Бог сказал Аврааму, «Возьми сына твоего, единственного, пойди на гору и принеси его в жертву». И там написано, что Бог искушал Авраама этим. Но тем, что Бог искушал, Бог проверял Авраама на то, что Авраам сделает. Он знал, что Авраам не провалит этот экзамен, и он поставил его в такую ситуацию, чтобы утвердить его веру. И там написано, что Бог поверил, то есть Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Часто Бог нас ставит в определенной ситуации в наших жизнях, и Бог хочет, чтобы мы росли в нашей вере, чтобы мы утверждались в Его Слове, чтобы мы узнавали, кто Бог есть через разные испытания, через разные искушения. Знаете, мы можем впадать в разные искушения или испытания. Это могут быть экономические, когда у нас в семье может быть тяжело с финансами, у нас, может быть, мы работу потеряли или не такой стал доход, как раньше был, или мы, может, потеряли дом или машину, или что-то случилось или с домом, или с машиной, с бизнесом, когда бывают работники, не хотят работать, или бывают другие ситуации в бизнесе, когда нам становится это испытанием или искушением в нашей жизни. И Бог смотрит, когда мы в этих ситуациях, что мы будем делать, куда мы будем обращаться за помощью. также взаимоотношениях между мужем и женой, между родителями и детьми, между детьми и родителями, между друг другом, в общем, в церкви, на работах, где мы бываем. И Бог посылает нам определенные экзамены, определенные ситуации, когда Бог испытывает нас, и Бог и мы бывают в определенных искушениях, для чего? Чтобы мы возросли в Боге. И для чего нам эта многоразличная благодать нужна? У Ефесянам в 4 главе мы читаем 11 стихом. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного и в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, по истинному, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. У Бога есть такая цель, чтобы мы были совершенные во Христе, чтобы мы пришли в единство веры и познание Сына Божия, чтобы мы не колебались всяким ветром учения, которые могут подуть. У Бога это есть главная цель. И когда мы впадаем в разные искушения, когда мы попадаем в испытания, то у Бога это есть цель. И Петр пишет в седьмом стишке, первое послание в четвертой главе написано, что «впрочем, близок всему конец». Когда мы проходим через всякие испытания, искушения, то Петр говорит, что «впрочем, этим всем искушениям, всем испытаниям, всем этим скорбям, все трудные моменты, которые мы проходим в нашей жизни, этим вещам приходит конец. И Он ободряет нас, чтобы мы не падали духом, чтобы мы смотрели на конец и взирали на нашу главную цель. То, что с нами бывает, оно не всегда будет так. Оно на определенное время. И после этого времени эти все скорби, эти все страдания, они пройдут. И Божья цель, чтобы мы были perfect, чтобы мы были идеальными, можно так сказать, да. Спасибо. В Библии упоминается очень много разных служений, очень много разных вещей, которые входят в эту многоразличную благодать Божию, это благие дары, которые Бог нам дает. Мы их не можем заслужить, мы их не можем заработать. И здесь написано в Римлянам, в 12 главе, что «имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры служение, будь в служении, учитель, будь в учении, увещеватель, раздаватель, раздавай в простоте, начальник, начальству и с усердием, благотворитель, благотвори с радушием». Также у Коринфянам написано, что «дары, какие даются духам, есть слово мудрости, слово знания, вера, дары исцелений, чудотворения, пророчества, различия духов, разные языки, истолкования языков». И там еще в некоторых местах, в Новом Зайте, которые повествуют о тех дарах, которые Бог дает нам. И что интересно, что когда мы читаем первое послание Петра, 4 главе, 10 стих, что там написано, что «каждому из нас дан какой-то дар». У Бога нет такого человека, которому он бы не дал дар определенный. Минимум один дар. И вот Петр, когда он увещевает нас, то он говорит, что каждый из нас имеет какой-то дар. И он призывает, чтобы мы этим даром служили для чего? Бог нам служит этим даром, потому что он его дал. Но в нашу очередь наша главная цель, чтобы использовать этот дар для других людей. В 11 стихе написано так, 1 Петра, 4 глава, 11 стих. «Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем проставлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Здесь Петр говорит, что у каждого из нас есть разные дары. Некоторые люди, у них очень хорошо, если можно так выразиться, работать языком. Есть люди, которые вроде какая-то вещь не смешная, но он так ее может объяснить, что все будут смеяться. Если у всех можно спросить, почему вы смеетесь? Они скажут, ну мы не знаем, ну просто смешно, и нам хочется смеяться. Я бы не сказал, что это как дар для славы Божией. Я просто привожу пример, что как люди могут использовать свой дар речи для определенных целей. Или, например, бывает, когда проповедник или миссионер приедет, он может рассказать такую большую историю, что когда посмотришь по залу, бабушки сидят, плачут, мамы сидят, плачут. Это у человека такой дар, чтобы он мог преподнести историю от счастья, можно так сказать. Но от счастья и Дух Святой работает в наших сердцах, чтобы мы имели определенные эмоции. И вот когда человек говорит, можно через тон своего голоса произвести определенные эмоции слушающих. Я могу вспомнить, когда был маленький, то бывало такие рассказы, слушали. И время от времени бывали такие рассказы, когда хочешь или не хочешь, но когда слушаешь эту историю, то наворачиваются на глаза слезы. Знаете, это у людей есть дар такой, чтобы преподнести историю в таком формате, в таком рассказе, что можно сделать, но можно сделать, чтобы люди расплакались. Но главная цель того, что Бог нам дает эту многоразличную благодать, здесь в конце 11 стишка написано так. «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Когда мы не становимся проводниками этой многоразличной благодати Божьей, то мы становимся, как это соленое море, потому что в него многие реки входят, а из него ничего не выходит. Бог ищет от нас того, чтобы мы были этими проводниками. И в Новом Завете записана не одна притча, которая призывает нас, чтобы мы были этими проводниками. Например, есть одна притча, которая повествуется о хозяину, который отправлялся в чужую страну. И вот он дал, у него было, в этой истории было три раба. Одному рабу дал пять талантов, одному дал два таланта и одному один талант. И вот по возвращении там написано, после долгого времени, хозяин возвратился и потребовал отсчета. И вот первый пришел, к которому было пять талантов, и он говорит, «Господин, вот твои пять, которые ты мне дал, и вот я пять еще приобрел». Второй пришел, говорит, «Господин, вот два, которых ты мне дал таланта, и вот два, на которых я приобрел». А третий, которому был дан один талант, пришел и говорит, «Господин, я знал, что ты злой, я знал, что ты собираешь, где не сеял, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Я пошел, закопал этот талант, и вот я тебе принес на отсчет, вот тебе твое». И какой был результат этому рабу? Господин сказал, возьмите у этого человека то, что у него есть, и дайте тому, у которого десять. Из этой истории мы можем взять и сравнить это с этим местом, которым Петр говорит, что мы добрые домостроители многоразличные благодати Божьей. Мы получаем эту благодать, мы получаем эти таланты, которые Бог нам дал на время. И Бог от нас ждет, чтобы мы на эти таланты, которые Бог нам дал, чтобы мы приобрели, сделали прибыль нашему хозяину. Когда мы получаемся, как это соленое море, когда мы только принимаем, потому что наша окружность, где здесь мы живем, наша society, это эгоцентричное общество. «Каждый хочет для меня, даже есть такой фиктический алфавит, а бы выгода была около мене». Знаете, когда все для меня, когда я все беру только для себя, я получаюсь тем рабом, которому Господин дал один талант. И вот Бог дает нам талант, и Он ждет, чтобы мы принесли какую-то прибыль, и когда мы не приносим, то то, что Он дал, Он забирает. Как в этой притче написано, что Господин сказал своим слугам, отберите этот талант у этого, которого один, и отдайте тому, у которого десять, а этого негодного раба киньте во тьму внешнюю. Знаете, я хочу, чтобы мы не оказались в этой позиции того раба, которому был дан один талант, и который не употребил свой талант, чтобы сделать прибыль. Я хочу, чтобы в нашей молитве сейчас мы помолились Богу, мы попросили, чтобы те таланты, те, эту многоразличную благодать, которую Бог нам дает, чтобы мы были проводниками этой благодати, чтобы она на нас не останавливалась, чтобы мы показывали эту благодать, мы служили окружающим людям, так как здесь в 11 стишке написано «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Бог хочет, чтобы через то, что мы служим друг другу, тем, чем мы можем. И здесь Петр говорит, что «служи по силе». Бог не требует из нас сверх силы. Мы можем служить по силе, какую дает Бог. И здесь также можно подчеркнуть то, что эта сила, которая дает Бог, это не от нас самих. Бог дает силу, чтобы мы служили другим и другие, в свою очередь, так же само делали. В этой молитве помолимся, чтобы Бог дал нам это желание, чтобы быть проводниками Его многоразличной благодати. И чтобы мы могли послужить окружающим нам людям, и мы оказались в числе тех рабов, которые принесли нашему Господину прибыль. Аминь.